Что случилось с местом съемок телепузиков? Оно утонуло! Сколько ног у этого слона? Тест о телепузиках! Ребят, но это не серьезно. Кто ты из Винкс? Какая ты свинка Пеппа? Это что еще за детский сад? Настало время взрослых тестов. Кто ты из телепузиков? Вот это я понимаю серьезное дерьмо. И кстати, кто из вас смотрел телепузиков в детстве? А возможно даже и не в детстве, а? Вот кто смотрел, влепите лайкосик. Мне интересно посмотреть, сколько людей сейчас ходит по свету с травмированной психикой. Но мы не будем затягивать и начнем. Причем в этих тестах не так уж и много вопросов. И первым вопросом у нас является, какое твое любимое время года? И на самом деле, мой муж уже отвечал на похожие вопросы, мое любимое время года это либо лето, либо весна. А точнее, знаете, вот этот вот короткий промежуток между весной и летом, когда еще не супер-мега жарко, но и не холодно, цветочки растут, все зеленеет, на улице пахнет сиренью. Это просто сказочное время. Представь свой идеальный завтрак. Какой он? Я помню, в телепузиках были пузи-блинчики. И вот это вот самый идеальный завтрак в мире. В мире телепузиков я имею ввиду. Какой же у нас здесь есть завтрак? Ага. Апельсиновый сок и пара блинчиков. Апельсиновый сок с блинами не очень сочетается. Чай и панкейки с малиновым сиропом. Вот это вот звучит очень вкусно и хорошо. Хлопья с молоком я тоже, в принципе, люблю. Да здесь все очень вкусно. Единственное, что на завтрак хавать мороженое, пироженку, горячий шоколад, это немного перебор. Здесь идеальным будет являться, наверное, чай и панкейки с малиновым сиропчиком. Кстати говоря, свои варианты пишите в комменты. Дальше. Сколько у тебя друзей? Лучший? Один. А вот знакомых около десяти. Так, три лучшие подруги и два лучших друга. Для меня каждый человек друг. Каждый подписчик друг. Или не знаю. Ты будешь моим другом. Тест. Блин, такой грустный вариант. Давайте я выберу его. На какую букву начинается твое имя? А, З, И, Р, А. Что из этого ты никогда не съешь? Маракуйю, банан... Банан со сгущенкой? Ну хотя... Это еще не так плохо. Огурец с салом и красной икрой. Как ты относишься к солнцу? люблю солнце а какие варианты есть 50 на 50 не люблю поэтому всячески избегаю точно нет это то светящиеся лицо ребятка в небе я его боюсь у тебя есть домашнее животное нет но на самом деле есть для тех кто не видел вот он мой домашний питомец ползает по дому убирает грязь вообще молодец большой и слава богу здесь есть вариант с домашним пылесосом потому что он именно пылесос и так кто же я как вы думаете делайте ставки а я о самый маленький самый младший телепузик тоже девочка кстати по это девочка ладно у тебя антенна в виде знака венеры иногда ты бываешь вредной и непослушной ну как иногда всегда но мне этого мало мне нужен еще какой-нибудь тест чтобы подтвердить эту информацию а то вдруг меня заскамили а то меня любят скамить в этих тестах а вот этот тест выглядит просто сказочно что для тебя важнее всего любовь дружба деньги или слава у какой сложный вопрос а если одновременно и деньги и слава шутка 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 на самом деле даже не знаю наверное из этих вариантов всего понемножку жизнь должна быть сбалансированная но все же из этого самая важная дружба потому что в дружбе есть и любовь и иногда деньги даже слава у тебя появилось свободное время и ты решил посмотреть фильм какой это будет фильм причем здесь телепузики ладно видимо телепузики обожают фильмы драма причем там не драма там какой-то ужас что-нибудь с приключениями комедия что-нибудь романтическое научно-популярное или ужастик ну либо что-то с приключениями либо что-то научно-популярное скорее даже научно-популярное вопрос посложнее сколько ног у этого слона так я сюда деградировать пришел или что какие нахрен слоны тест а телепузиках алло очнитесь ладно сколько ног у этого слона у любого слона 4 ноги у него не может быть 6 ног это скам какой из этих соц сетей ты пользуешься чаще всего ни одной из этих соц сетей я часто не пользуюсь что ты обычно пьешь по пятницам после работы ооооо здесь есть квас тут нет кваса но это не серьезно блин обычно в пятницу жарким летним днем я открываю квасец и наслаждаюсь жизнью а здесь что сок чай пиво кола нет квас ну ладно из этого всего сок еще нормальный вариант опять любимое время года каким или какой тебя знают твои друзья всегда готовы помочь обидчивый яркий искренний философ макака макака философ это про меня определенно пришло время заката судя по последней активности на канале заката канала ладно спокойно телепузики ложатся спать какой из этих закатов тебе нравится больше других не но вы сами знаете как другого выбора нет если вы его не выберете он сожрет вас он найдет вас днем не ночью и вот о чем я говорил здесь я тинки винки ты самый глав самый главный телепузик тебя всегда и везде ставят в пример гордятся и уважают ты же в свою очередь придурок судя по лицу спокойно постоянно рядом и готов помочь кроме того ты очень активный человек и не любишь рутина а еще мы никому не скажем немножечко страдаешь в бесчизмом что ж мы выяснили какой я телепузики надеюсь вы довольны нет недовольны ладно тогда мы выясним что я знаю о самом странном сериале для малышей кстати говоря сомневаюсь что это сериал для малышей я его тут недавно пересматривал и я настоятельно не рекомендую малышам его включать если вы не хотите какого-нибудь маньяка взрастить почему телепузики называются именно так вот даже не знаю может быть потому что у них телевизор в пути а нет ну что их показывали по телевизору логично потому что у них в животы встроены телевизионные экраны или потому что их любимое развлечение смотреть телевизор потому что у них экраны в пузе теле пузик какой аксессуар тинки винки вызвал наибольшее количество вопросов у взрослых зрителей шапочка из фольги мачете у тинки винки было мачете по моему сумочка и правильно не было у него никакой мачете а вот насчет шапочки из фольги я не уверен в честь какого прибора свое имя получил зеленый телепузик дипси дипси какой прибор может быть дипси линейка предположим что линейка нет на самом деле в честь щупа который впрочем тоже может быть измерительным так что вы не так уж и далеки от истины что такое щуп дипси назвали в честь вот этого что это вообще такое я не шарю если честно существуют ли еще какие-то телепузики кроме самых главных да нет этого не может быть мы тоже так думали но нет существуют еще телепузики какие где я не видел других телепузиков где они как вы думаете сколько денег телепузики помогли заработать их создателям ну судя по тому чем занимали создатели во время съемок денег у них было хоть отбавляй наверное три миллиона фунтов стирлинга вряд ли там миллиард или 20 миллионов нет миллиард фунтов стирлингов они заработали миллиарды стили пузиков грёбаные миллиарды какую выпечку предпочитают телепузики пузи блинчики и пироги совершенно верно знаете ли вы из чего в реальности был сделан соус который телепузики радостно поедали наряду с выпечкой из клейстера нет из картошки а помните пылесос который убирал за телепузиками последствия их бурной деятельности как его звали ну вряд ли кис-кис там либо шур-шур либо ну-ну наверное шур-шур нет ну-ну ладно видимо нужно еще раз пересмотреть телепузиков только не это что случилось с местом съемок телепузиков блин а вот это вот интересно ну вряд ли оно утонуло и вряд ли его продали наверное там открылась выставка в какой-то момент что-то вроде музея нет оно утонуло как оно могло утонуть как съемочная площадка могла утонуть почему вы не поясняете кидали бы какие-нибудь статьи или фотки вот вы представляете вот это вот зеленое поле и оно утонуло каким-то образом как какие животные населяли место обитания телепузиков ух кролики это я помню ну что ж если вы как и я узнали что-то новое телепузиках ставьте лайки но пока давайте перейдем к другого рода тестам somebody wants to me выбери любимый цвет и здесь нет моего любимого цвета но somebody что тебе нравится в себе больше всего блин какая мемная картинка конечно же неотразимая красота и чувство юмора и умение постоять за себя да и все нравится я идеален какой эмод же ты используешь чаще других да не один из этих но хотя вот третий больше всего мне подходит с какой знаменитостью ты бы поменялась жизнями да и не с какой мне кажется у знаменитостей очень сложные жизни ну из этих я не знаю я могу сказать что из всех этих знаменитостей мне больше всего нравится джим керри какой твой любимый праздник о новый год внезапно да выбери любимую часть шрека конечно же первая боже мой somebody а ваша какая и что вы готовы есть до конца своих дней мясо салаты сладости очевидно сладости и конечно же я шрекес нет тут другого варианта быть и не могло и раз уж я являюсь шрекесом надо бы пройти тест кто-то из психопатов кино и так для начала расскажите какой из этих слов наиболее близко описывает вас безумный мстительный импульсивный гениальный я думаю здесь выбор очевиден на что ты можешь смотреть бесконечно ох как тут много всего на то как человек падает на льду это не очень-то весело на то как сплетаясь друг с другом спят хорьки блин это очень мило на произведение искусства я бы жил в музее если бы разрешили но кстати говоря вот это близко к правде на что угодно я могу несколько часов просидеть глядя только в одну точку на самом деле нет на фильмы с моим любимым актером или на свое отражение ну наверное на произведение искусства ты умеешь врать да причем делаю это филигранно потом в первом вопросе уже соврал а вы не заметили да у тебя бывают навязчивые идеи мне кажется все мои идеи навязчивые твои друзья считают что ты ох ну тут прям для чсвшников варианты невероятно умный человек обладающий исключительным вкусом и вряд ли хоть кто-то считает кого-то таким человеком проводишь слишком много времени за чтением играми просмотром сериалов ну тоже вряд ли яркая личность необычным взглядом на мир и неиссякаемым чувством юмора вот это уже чуть-чуть поближе помешалось на своем любимом человеке явно нет совершенно нормальный человек они просто не в курсе что это не так нет они они в курсе что это так мои друзья ничего не считают у меня их не ладно я выберу третий вариант и опять вопросы про лишнее время которого у меня в принципе то и нет но я бы посвятил его хобби и увлечениям о чем ты мечтаешь вот сразу видно тест о психопатах что ж прожить всю жизнь с любимым человеком да причем здесь психопаты психопаты вообще никого не любят выспаться выспаться твоя квартира это образец чистоты и минимализма стильное помещение с красивой мебелью помойка нет вряд ли уютное гнездышко нечто среднее между библиотекой или мое логово ну не знаю вряд ли это образец прям чистоты но это образец минимализма с каким из этих утверждений ты согласна в человеке все должно быть прекрасно да и нет не должно быть с милым рай в шалаше ну тоже вряд ли если хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам вот с этим я на сто процентов согласен порядок должен быть во всем это уважение 1 голова хорошо а 2 лучше блин представьте что вам это говорит какой-нибудь маньяк сразу страшно стало гениальности безумия две крайности одной сущности ну вот это же близко но наверное если хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам и наконец расскажите как часто вы выходите из себя ну бывает время от времени о дании они продолжают меня одаривать комплиментами вы харизматичный психопат жокер артистизм красноречие и убийственное и Ирония, твои главные качества, ты видишь что-то забавное даже в грустных или пугающих вещах. В этом ты схож с Жокером из DC. Он, конечно, натворил немало бед, но дел это играючи, превращая свои злодейства в настоящий карнавал. Что ж, я не ожидал, я думал, я буду каким-то всратым психопатом, а я харизматичный, оказывается. И, ребятки, если вы хотите действительно интересные тесты, к примеру, кто ты из фиксиков, а может быть, кто я из смешариков, то обязательно влепите лайкосик под этим видосиком, давайте соберем тысяч пять лайков, и я выпущу продолжение. Ну а пока настало время для интеллектуальных тестов, знаете, нужно мозг разгрузить после тупости. Какая вы шахматная фигура? Ну что ж, давайте выясним, какая я шахматная фигура. Хм, мне нужно выбрать доску для игры. Я выбираю черно-белую, классическую. Вы любите командовать? Какой сложный вопрос, ну, наверное, скорее да. Какая роль вам ближе? Некоторые считают их одним и тем же, но эти роли сильно отличаются. Роль руководителя или роль лидера? Наверное, мне ближе роль лидера, но это звучит как-то слишком возвышенно. Мне просто нравится вносить изменения и совершенствовать, а вот прям управлять, это слишком муторно. Какая ваша сильная сторона? Верность, креативность, ум, скорость, доброта или чувство юмора? Ну, не знаю даже. Как бы вы меня писали? Вот, возможно, вы следите за моим каналом несколько лет и у вас сформировалось полноценное мнение. Возможно, вы впервые на канале, тогда подписывайтесь. Но все же какое-то мнение у вас есть, напишите его в комменты. А мы тем временем узнаем, в чем же моя слабость. Вот это гораздо проще. Неорганизованность, раздражительность, торопливость, нетерпеливость, упрямство, неповоротливость. Наверное, раздражительность. Вы читали Льюиса Кэрролла? Да, я читал Льюиса Кэрролла. И это, если что, у нас автор Алиса в стране чудес. Какой из этих костюмов вам больше нравится? Ааа, что за кринж? Ладно, я выберу самый адекватный вариант. Какая из этих суперсил вам больше всего нравится? И что с картинками произошло? Что это за наркомань? Так, умение создавать силовое поле. Бесполезно в нашем мире. Умение проходить сквозь стены. Очень полезно, но опасно. Умение летать. Просто потрясающе. Телепортация. То, что мне нужно. Серьезно, вот зачем вам уметь летать, если вы можете просто телепортироваться, например, в воздух, а потом на землю. Либо вы можете телепортироваться в любую точку земли. Или я не знаю, как это будет работать, но телепортация это реально круто. Думаете, гусеница знает о том, что станет бабочкой? Что? Представьте, что вы белая пешка на этой фотографии. Что вам может помочь? Сила. Сила. Какая сила? Мне может помочь бег в этом случае. Больше ничего. Вряд ли там поможет стратегия, удача, сила, опыт. Но выберем силу. Пешка должна быть сильной, чтобы ее сожрали, судя по всему. О, я конь! Иго-го, подписка, ого. И не забывайте, что с вами сегодня был конь. Увидимся! А-а-а!